Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». И по традиции нашу программу открывает моя соведущая, старший помощник прокурора Карачао-Черкесской республики Елена Дармаграева. Лена, тебе слово. Ежегодно мы получаем значительное количество обращений граждан, а в прошлом году их количество увеличилось и превысило 8 тысяч. Определенная часть обращений заявителей связана с защитой их социальных прав. Хочу остановиться на конкретных примерах, когда в ходе прокурорских проверок выявлялись нарушения и восстанавливались права заявителей на получение мер государственной поддержки. Жительница города Черкеска была отказана в назначении детского пособия в связи с наличием у ее супруга в собственности двух транспортных средств, хотя в действительности один автомобиль был утилизирован несколько лет назад. Прокуратура города Черкеска внесла представление, и женщине было назначено детское пособие с апреля 2022 года. В другом случае женщине, которая являлась опекуном двух малолетних детей, было отказано в назначении пособий детских в связи с тем, что у них в долевой собственности имелось жилье, размер площади которого превышал норму, которая учитывается при назначении социальных выплат. Но при этом не было принято во внимание, что по закону такое ограничение не распространяется именно на опекунов детей. Прокуратурой города Черкеска также было внесено представление, и женщине была выплачена сумма детских пособий в размере свыше 27 тысяч рублей. Для того, чтобы защитить права матери на распоряжение средствами семейного капитала, прокуратуре города Черкеска пришлось прибегнуть к судебной защите. Суть дела такова. Женщина купила квартиру, а для этого она взяла кредит. Кредит намеревалась погасить за счет средств материнского капитала, и в связи с этим подала заявление в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования. Но там ей было необоснованно отказано. Прокуратура города Черкеска обратилась в защиту интересов женщины в суд, и по результатам судебного рассмотрения ее заявления, мать смогла воспользоваться своим правом на использование средств материнского капитала именно на улучшение жилищных условий своей семьи. Еще такой интересный пример хочу привести, когда с участием прокуратуры в судебном порядке удалось защитить права троих несовершеннолетних детей. Дети проживали с отцом, и отец обратился в суд с иском к матери о взыскании алиментов на троих несовершеннолетних детей. Мать подала встречное заявление, в котором просила суд определить место жительства детей вместе с ней в другом субъекте Российской Федерации. При этом женщина связи с детьми не поддерживала и помощи им не оказывала, фактически жизнью их не интересовалось. Суд удовлетворил требования отца, но мать не согласилась с таким решением и обжаловала его. Прокуратуре, с учетом обстоятельств дела, удалось убедить суд в том, что проживание детей вместе с отцом в Адыгихабльском районе Карачаева Черкесской Республики наиболее соответствует их интересам. И сегодня в программе, уважаемые телезрители, мы представим вашему вниманию итоги работы Усть-Жигутинской межрайонной прокуратуры по ряду значимых направлений деятельности. А расскажет вам об этом заместитель Усть-Жигутинского межрайонного прокурора Шамиль Хапаев. Шамиль, обращаясь к вам, я хочу вас спросить, с какими вопросами и проблемами чаще всего обращаются заявители в Усть-Жигутинскую межрайонную прокуратуру? Ну, большая часть поступивших нам обращений в прошлом году касалась разрешения социальных вопросов. Это выплата пенсии, пособий, заработная плата обеспечения жильем социально защищенных категорий граждан. Также рассматривались заявления, связанные с облигением земельного и градостроительного законодательства, законодательства нарушения прав участников головного штопроизводства. Скажите, а приходилось ли в прошедшем году вам как-то отстаивать трудовые права граждан? Да, конечно. Проводится активная работа прокуратуры по противодействию нарушениям в сфере соблюдения трудового законодательства. Всего в минувшем году выделено 159 нарушений межрайонной прокуратуры в целях устранения принято 127 актов прокурорского реагирования. На осумном прокурорском контроле, хочу отметить, находится вопрос современной выплаты заработной платы. Приведу небольшой пример. Прокурорской проверкой был выявлен факт невыплаты заработной платы с мая по декабрь 2023 года 12 работникам ООО «Созидатель». Задолженность составляла около 4 миллионов 700 тысяч рублей. Для устранения нарушений прокуратуры наставил представление руководителя организации. По постановлению прокурора, руководитель организации также был привлечен к административной ответственности. По постановлению прокурора, были направлены материалы в порядке ст. 37 в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки содеянному. Хочу обратить внимание, что невыплата заработной платы с ваше двух месяцев лечет уголовную ответственность. При этом также хотелось обратить внимание на то, что по результатам вмешательства прокуратуры района была выплачена сумма 8 работникам в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Важным является также соблюдение требований охраны труда. Нарушение, повлекшее понятие смерти человека, служит основанием для привлечения к уголовной ответственности. По такому факту, международной прокуратурой в минувшем году было направлено одно уголовное дело в суд, которое находится на рассмотрении в Уждекистинском районном суде. Хочу немного остановиться на этом. Так, начальник механического участка местного предприятия направил слесаря произвести ремонтные работы на данном предприятии. При этом данный начальник не обеспечил безопасность используемого оборудования в связи с его неисправностью и отсутствием некоторых деталей. К сожалению, каждые нарушения послужили причиной разрыва соединения домкратия, которое привело к гибели данного работника. Как мной указано выше, дело рассматриваться в Уждекистинском районном суде в настоящее время еще решение не принято. Шемель, скажите, какие меры предпринимались прокуратурой по защите прав несовершеннолетних граждан? Приошлением надзора приоритетом, конечно, являются интересы подсоединения детей в различных сферах жизни общества. В судебном порядке международной прокуратурой были защищены права семьи, в которой ребенок-инвалид страдал тяжелым хроническим заболеванием. По закону им положена была жилая площадь. Заявление прокурора о выделении благоустроенного жилья для семьи было удовлетворено. В связи с невыплатой детям-инвалидам, обучающимся на дому, денежной компенсацией, замен непредоставления трехразового питания по иску Уждекистинского международного прокурора, соответствующая компенсация не всегда ли не была получена. Также на территории Уждекистинского муниципального района имеется 13 недостроенных площадок для детей. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения, а именно в части неосуществления должным образом контроля за их техническим состоянием. Не было организовано проведение вентаризации, а также комиссионного обследования. По итогам прокурорского вмешательства нарушения на объекты спортивной и агровой инфраструктуры были устранены. Много говорят о коррупции, всем это известно. Есть ли подобные нарушения в Вашем районе? Это одно из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. Значительная работа проводится в том числе в рамках профилактики пресечения коррупционных проявлений. Хотелось бы отметить, что в минувшем году выявлено 326 нарушений закона в этой сфере правоотношений. Для их устроения принято 232 акта прокурорского реагирования. Нарушения были выявлены в различных сферах. Хочу обратить внимание, что именно в ходе проведения проверки декларационной кампании Международной прокуратуры были выявлены нарушения именно предоставления деклараций чиновниками, где были отражены сведения, либо неполно, либо недостоверно, что послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования, были внесены соответствующие представления, которые были рассмотрены, виновные должностные лица были привлечены к установленным законам ответственности. Также хочу привести пример того, что Международная прокуратура предотвратила принятие незаконного нормативного правового акта. Муниципалитетом был разработан административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по постановке на учет граждан в качестве нуждающих в жилищных помещениях. В проекте документа содержались коррупциогенные факторы, на что было обращено прокуратурой, в чем это было выражено. В данном проекте документы содержались именно факты того, что был определен срок оказания муниципальной услуги, что не соответствует требованиям федерального законодательства, на что прокуратурой сразу были приняты меры, и данный артемент правового акта были внесены изменения. По нашей инициативе были устроены коррупциогенные факторы в муниципальных актах и главный порядок распоряженных земельными участками. Для устранения нарушения антикоррупционного характера используется полномочия прокурора по привлечению к административной ответственности. Хочу привести пример. Бывшая муниципальная служащая была принята в коммерческую организацию на определенную должность. После заключения договора с этой женщиной руководитель юридической организации в чей-то с ней должен был уведомить прежнее место работы данной чиновницы, однако это не было сделано. По результатам прокурорской проверки в отношении директора данной организации было возбуждено административное производство, по результатам которого в судебном порядке данное лицо привлечено к административной ответственности в размере 20 тысяч рублей. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Вам тоже спасибо. Спасибо.